Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кировские власти назвали торговые сети злом. О сложностях работы с федералами рассказали местные производители на встрече с главой региона Игорем Васильевым. Предприниматели пожаловались, что попасть на их полки сложно, а если попадешь, то сложно дождаться расчета за поставленную продукцию. Задержки могут доходить до полугода. Цитирую. «Мне так кажется, что торговые сети с их стандартизацией, унификацией, желанием попасть в всю минутную цену и рекламу – это в какой-то степени зло». Процитировал портал Ньюслер ответ губернаторам. Он предложил местному бизнесу объединяться и ставить условия федеральным торговым сетям, находить с ними общие интересы. Правда, некоторые участники восприняли предложение губернатора скептически. Ответив, что на местном уровне, магазины ничего не решают. Все руководство сетей в других городах. И оно ведет централизованные закупки для всех точек страны. Экономика на 101 АФМ. В Кирове оштрафовали коллекторов за многочисленные звонки должнику. Один из жителей региона пожаловался в службу судебных приставов на постоянные звонки ему и его дочери с требованием вернуть долг микрофинансовой организации. Подтвердить неправомерные требования коллекторов удалось с помощью детализации звонков и аудиозаписей. В итоге компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей. Действие коллекторов сейчас строго регламентировано законом. Они не имеют права общаться с родственниками должника, приходить к нему на работу, напоминать о возвращении долга. Коллектор имеет право не более одного раза в день с 8 утра до 22 часов и не чаще двух раз в неделю. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют доллар сегодня 78 рублей 9 копеек, евро 91.81. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.